В Мирном любители национальной литературы в режиме онлайн прочитали любимые отрывки романа якутского писателя Сафрона Данилова «Пока бьется сердце». Культурный проект Северо-Восточного федерального университета поддержали 250 человек. Транслировалось это массовое чтение по ютубу. Рассказывают коллеги из Алмазного края. Класс зашумел, переволновались вместе с рассказчиком, ребята вздохнули полной грудью, будто сами спаслись. Организаторы выбрали роман Сафрона Данилова не просто так. В этом году якутскому писателю исполняется 95 лет со дня рождения. В течение 12 часов на пяти площадках роман читали 295 человек. В начале февраля все желающие участвовать в культурном проекте проходили кастинги. В Алмазной столице попробовали свои силы около 100 человек. 47 из них стали участниками онлайн-чтения. Мы записывали ребят в записи, отправляли потом в Якутск. Там это все просматривались и выбирались кандидатуры. Приняли участие студенты и преподаватели нашего института, МРТК, школ города. Карени на живое издание «И Чехов жив». Именно эти онлайн-чтения положили начало проекту Северо-Восточного федерального университета «Бьется сердце». Я до этого, до проекта не знал об этом произведении «Бьется сердце» Данилова Сафрона. И мне достался небольшой отрывок этого текста, его произведения. И на самом деле как бы погрузился в то время, когда это писалось. Онлайн-чтение транслировалось на официальной странице Северо-Восточного федерального университета на сайте YouTube. Культурный проект «Бьется сердце» объединил национальную литературу, цифровые технологии и читателей в интернет-пространстве. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».